Девушки отдыхают Это было жутко Чемпиону России по брейк-дансу отрезали ногу Гангрена там все-таки пошла еще дальше Из-за медицинской ошибки Им просто плевать на жизни людей Кто теперь покрывает врача Коновала? Администрация, прокуратура, полиция И как местная медицина готовится к Олимпиаде в Сочи? Все, выключите камеру, больше ничего комментировать не буду Новая жертва нашей беспредельной медицины Евгений Смирнов Чемпион России по брейк-дансу Лишился ноги по вине врачей Просто халатность И где? На Черноморском побережье Под Сочи Может местные врачи готовятся к Олимпиаде? И что готовят? Газовую гангрену как чемпиону по танцам? Алексей Квашенкин срочно вылетел в Сочи Среди равных он был лучшим Чемпион России по брейк-дансу Завоевавший более 30 наград Парень, на которого, казалось, не действуют даже силы притяжения Так легко и непринужденно он выполнял самые сложные элементы танца Но накануне 1 мая Его жизнь в одно мгновение была сломана чудовищным образом Услышал крики Значит, ну крики там Я так понял, что кричал водитель, который сбил Типа, где ты взялся? Все случилось мгновенно Выскочившая на перерез машина Сложный перелом ноги Шлем валялся где-то там Женя лежал примерно где-то здесь Крика было, как говорят, очень много То есть люди с соседних домов все прибежали Здесь сразу толпа была В общем, кровище было Ну, просто море Но самое страшное началось в больнице Заражение гангреном ампутации Самое тяжелое было сказать ему То, что ему надо отрезать В какой-то момент даже казалось Его уже не спасти Но у Жени было очень много друзей Которые не оставили его в беде На Сочинском побережье, похоже, не осталось Ни одного человека равнодушного В беде, которая произошла с Женей Рыжим Но вопрос уже не стоит так Сможет ли он снова вернуться на танцпол По городу сейчас развешаны вот такие плакаты С мольбой о помощи Помогите ему остаться в живых В сочинских магазинах можно найти Вот такие самодельные урны для денег По Лазаревскому в каждом магазине Почти такая же коробочка В родном Лазаревском даже сторонние люди Стараются помочь ему, чем могут Занимаемся сбором денег Вот он наш красавчик Женя Рыжий Спасибо ему за то, что он объединил Всю Лазаревскую, всю Россию Да не только Россию Даже за рубежом брейкдансеры Посвящают ему свои выступления Осталось ответить всего на один вопрос Отошедший на второй план Кто виноват в том, что в 21 веке В курортном городе В центре грядущей Олимпиады Чемпион стал жертвой Дикой средневековой болезни Что можно сказать в такой ситуации? По вине врачей Мальчик остался инвалидом на всю жизнь Смущаясь камерой, сестра Женя Показывает квартиру, забитую трофеями Взятыми на танцполе Вот Женина комната Здесь он у нас жил и живет Мы его ждем очень сильно-сильно Женя и его сестры рано остались без родителей И он стал главным в семье Потом собрал танцевальную команду Которая со временем стала знаменитой Ну, там ее практически всю создал сам Он танцует лучше всех Помогает нам, как-то Их все дешевые, иногда сам придумывал Были планы на будущее Но сбыться им так и не удалось Полуночный звонок разрушил привычную жизнь Прибежали на место аварии Мопед, на котором он ехал Был в Дребецке разбитый Спросили, куда, что, как Нам сказали, что увезли в больницу За моей спиной центральная лазерская больница И здесь тут скорой помощи Вон машины стоят По медицинским документам На то, чтобы доехать до места ДТП Потребовалось 20 минут Но очевидцы говорят, что с момента, как Женю Рыжего сбили Прошло в два раза больше времени А ведь это все случилось практически в полночь Когда на дороге транспорта-то никакого нет Вот посмотрим, сколько у нас Потребуется времени, чтобы доехать до места столкновения Днем и безо всяких мигалок Оказалось, что за 20 минут от больницы можно было дойти пешком А у нас, учитывая стояние на перекрестке Всего лишь две минуты Водители местной скорой только разводят руками Вместо аварии там получается километр Отсюда? То есть меньше минуты езды, по большому счету А что ж так долго ехали? По вашим документам 20 раз больше В Сочи, поэтому, возможно, пока туда вызов получили Пока туда передали Но это, как оказалось, еще было самым меньшим из зол На второй день нам врач сказал Все нормально, все хорошо, пальчики двигаются Все хорошо, все нормально Но они сказали, что они гангрену не допустили А в хосту приехали, да Там сказали, там вообще это ужас После перевода в другую больницу в хосте Стало ясно, время упущено Тяжелую миссию сказать чемпиону про ампутацию Врачи тактично возложили на его друзей Он спросил, где? Почему выше колено? Я же ниже сломал Потом второй вопрос у него был Смогу ли я ездить на машину И после чего он ответил Режьте Эти страшные фотографии Сергей сделал перед самой операцией Нога в чутночном состоянии Сейчас он идет с нами в больницу Хочет спросить у хирурга, который лечил Женю Как можно было допустить такое? Но того уже и след простыл Он на больниче, да? А, понятно Ну тогда главврач позовите, пожалуйста А главврач выставляет вместо себя двух замов Которые не по медицинскому профилю, зато надежно держат оборону Начальник по гражданской обороне Когда нам удается пробиться в приемную Оказывается, что в ближайшие две недели главврач Сергей Ивлев не сможет нас принять Он сначала на учениях Что у нас за чрезвычайная ситуация случилась? У нас У нас учения по антикеррору А потом он на учебе С завтрашнего дня он официально на учебе в городе Сочи А, и в течение двух недель он не найдет даже двух минут, чтобы ответить на один вопрос, да? Наконец, на вопросы наши друзья Жени вынуждены отвечать непосредственные начальники врача Стариковского Он врач на моторах высшей категории Учился он и у Велизарова, как бы, такишь, ну, достаточно высокопрофессиональный человек Но если все делалось правильно, почему тогда парень потерял ногу? Так, а почему гангрена развилась? Гангрена развилась от того, что у человека, к сожалению, это так называемая анаэробная инфекция, которая в момент травмы, момент травмы с пылью, с грязью Попадает внутрь, скажем так, тканей Вы что, плохо рану? Вы знаете, рану провал, доктор, очень качественно и хорошо В это можно было бы поверить, но у нас был еще один вопрос, который, возможно, позволит зрителю сделать верные выводы Это единичный такой у вас случай, да? Это не единичный случай, я вот поступил 9 августа, пролежал у балабана из Стариковского до 23 августа История Артема Чухрая точь-в-точь, как у Жени Рыжего Со сложным переломом ноги он попал в больницу Лечил его тот же самый врач В выписке написано, два с половиной месяца ходить в гипси Через два с половиной месяца мне уже не было в живых Исправить ситуацию удалось, только переведясь в другую больницу Оказалось, что у меня порваны артерии, порваны нервы, порваны мышцы Все это так разбухано за две недели, что, когда мы поступили уже в Краснодар, нам хотели монтировать ногу Только чудом ногу удалось спасти Артем уже перенес несколько операций, но до выздоровления еще далеко Кстати, с его слов, на этот раз больничный у врача не липовый Ну, типа, ему набили морду Напоминание об этом эпизоде положило конец нашему интервью Главное, что нам удалось выяснить, в больничных бумагах все чисто Я вам все пояснила Вы мне пояснили, что документы, которые вы написали, по ним все гладко Тогда почему парню ногу отняли? Сейчас Женя медленно, но верно идет на поправку Хотя состояние его все еще тяжелое Но все от мала до велика верят, что он не сдастся Кто угодно, только не Алексей Квашенкин, Алла Давыдова, Вячеслав Пономаренко, Телекомпонент ТВ Субтитры создавал DimaTorzok